Третьи сутки после пожара, выгоревший подъезд, черные потолки, стены и двери. Практически сразу после трагедии здесь восстановили электричество, вставили окна. Но в подъезде и в квартирах так и остался стойкий запах и налет гаря. Замучились отмывать потолки, все стены, раковина, вся мебель. Игрушки мягкие тоже были. Сейчас, не знаю, химчистку нужно отдавать. На сыну Бекбасырову пришлось отмывать гарь в квартире одному. Супруга после пожара попала в реанимацию. Их окно прямо над погорельцами. Вы с той стороны же видели, какое окно? Ничего не вставляли сейчас. То есть ваше же окно? Да, где-то наше окно стоит. В подъезде погорельцев работают только сотрудники фирм-провайдеров. И ни одного рабочего с управляющей компанией мы не увидели. В ЖКХ-сервис составляют смету на ремонт подъезда. Примерные суммы сейчас есть? Примерно пока нет. Сейчас делаются замеры, будет составлена смета. Неопределенный сам срок ремонта подъезда. По срокам найдем подрядчика. Недели две, наверное, три пройдет. Татьяна Баловнева, Виталий Немов. Наше время.